Предполагается его устойчивость, в том числе к распределению признака, изучаемого, в чем, собственно, и есть одно из главных отличий декларируемых методов не параметрических, а методов параметрических. Оказывается, что зависимость на самом деле есть. Таким образом, можно утверждать, что с ранговыми признаками нормально не работают ни параметрический одновыборочный критерий, ни непараметрический критерий Рилкоксона. Допустим, теперь нас интересует, различаются ли мужчины и женщины по выраженности этой, назовем ее, гидонистической ценности. Воспользуемся исходно протестом для независимых выборок. Пол, закодированный единицей двойкой мужчины и женщины, и две интересующие нас переменные. Мы видим, что для исходной переменной разница абсолютных значений присутствует, и значение находится вокруг значения 3. У женщин несколько более выражено. Если же взять переменную в дубликат, то мы видим, что, переводя обратно те же коды, что скорее здесь между значением 4 и значением 5, но ближе к значению 4. Таким образом, структура сохранена. Для мужчин менее выражена, для женщин более выражена. Но интерпретация содержательная будет, опять же, сдвинута в сторону меньшей приемлемости данной ценности для случая переменной дубликата. Поскольку у нас наибольшая приемлемость – это категория 1 исходная. Или здесь – это 0. Мы видим, что не предполагается равенство дисперсии по тесту ливини. Поэтому мы смотрим на вторую строчку в каждом блоке. И видим, что действительно разница значимая. В непараметрических методах есть как минимум 3, которые могут решить эту задачу. Назначаем переменные. Теперь речь идет о...